Всем привет! Сегодня у нас покупки из FixPrice. Будет как косметика, так и какие-то товары для дома. Давайте начнем как раз таки с товаров для дома. Давно засматривалась на набор контейнеров с крышкой 4 в 1. Тут начинается вот от 0,3 литров и 0,55, 1,1 и 2,3 литра. В общем, 4 таких миски получается. 99 рублей стоит. Я его еще, видите, не открывала, но мне очень интересно. Давайте открою вместе. Здесь крышечки одна в одну вложены. Крышки не очень, кстати, плотно прилегают. Их можно с легкостью открыть. Так, и вот самая маленькая. Вот таким образом закрываются они. В принципе, неплохо. Мне контейнеры всегда нужны. У меня, в первую очередь, теряются от них крышки. И таким образом я их постоянно потом выбрасываю. Такие контейнеры очень даже неплохо. Неплохая цена, я имею в виду. У нас постоянно в магазине их раскупают, поэтому вот я, как только увидела, сразу решила взять. Вот я уже, кстати, собрала. И удобно в хранении. Так получилось, что у меня ребенок разбил мне сразу 4 тарелки. И срочным делом мне нужно было их прикупить где-то. Конечно же, я пошла в фикс. И купила сначала 3 тарелочки вот такие за 77 рублей. Ну, неплохие. Тут мне нравится, что узоры не прям какие-то такие, знаете, привет там из 90-х. И тут красивая такая каемка. В общем-то, неплохие такие тарелочки. Мы уже некоторыми начали пользоваться. Вот, 77 рублей стоит, да. И сейчас я вам покажу, из чего сделана тарелка. Какой у нее объем. 17 сантиметров. Пользуемся, нравится, удобно. И именно поэтому я зашла, когда второй раз. Хотела еще 2 прикупить, но именно в таком же цвете. С такими же узорами, к сожалению, не было. И пришлось купить 2 вот таких вот тоже, в принципе, неплохих. С таким серым, уже черным узором. Та же цена, та же информация. Поэтому вот могу, в принципе, посоветовать. Если нужно быстренько купить. И недорого, и красиво, и удобно. Ну, так как у нас в Краснодаре не снят еще карантин. До 23 мая продлен. И с 1 мая было, по-моему, обязательно ношение масок. В принципе, я всегда их носила. В общем, я решила приобрести. И, наконец-то, они появились. За 149 рублей приобрела 5 штук. Такие масочки. Я уже одно отсюда вытащила. Они, кстати, очень даже хорошие. Я не помню, на каком канале. Но где-то на YouTube я смотрела сравнение различных масок. Особенно тканевых и вот такого типа, как они пропускают через себя влажность, грубо говоря. И вот такие, именно с такой проклейкой. Вроде бы как наглядно было показано, что они как не пропускают изнутри, так и снаружи. Сейчас я вам покажу информацию основную. Вы посмотрите. И быстро очень разбирают. Я последнюю прямо на кассе. Они стоят. Я вот забрала. Там, кстати, и антисептики, и такие маски, санитайзеры. В общем, все стоит возле кассы. По крайней мере, у нас. И, конечно же, я всегда покупаю перчатки. Потому что, если я куда-то иду в магазин, обязательно одеваю перчатки. Взяла вот 177 рублей, 10 штук. Это универсальный размер. Они мне понравились именно своим материалом. Они как будто внутри пропудренные. Они очень хорошо прилегают к руке. У меня, как видите, осталось их 2 штучки. Да, буквально на один поход в магазин за продуктами. Но я вот сколько уже, раза два, наверное, заходила от Fixed Price. Не могу их найти. Стенд пустой с ними. Дальше пойдут косметические принадлежности. Поэтому уже поинтереснее, повеселее. Я накупила наклейку. Вернее, мы накупили с сестрой. Напополам заделили. О чем я говорю? О вот таких вот декоративных наклейках. По 2 пластины они продаются. Одна упаковка стоит 50 рублей. Ну, как раз таки мы напополам разделили. У меня вот таких вот 3. А для чего я их покупаю? Я участвую в марафоне, вы, наверное, это уже знаете. И для креативных макияжей очень даже всегда нужны такие наклеечки. Идут на проклеенной основе. Можно на телефон, на паспорт, на зеркало. Далее ужасная вещичка. Ну, одна из них ужасная, другая хорошая. За 77 рублей купила спонж для макияжа. Но я покупала не из-за спонжа, а они из двух видов. У меня вот такой сердечко, поролон. И есть еще, как обычный, ну, типа спонж, да, для макияжа. Я покупала именно из-за подставки. Мне нужна подставка для спонжа. Вот эта губка, это просто обычный поролон, который очень сильно воняет. Им вообще невозможно ничего нанести. Я пробовала, он просто все впитывает, на лице ничего не остается. А вот штучка вот такая, именно как подставка, да, для спонжа за 77 рублей. Да, могу посоветовать. Спонж отлично сюда входит, как в влажном, так и в сухом виде помещается. Повторила, крем для рук, бархатные ручки, нежное прикосновение. Универсальные для тела и для рук. Ну, честно, я его брала мужу. Он любит бархатные ручки. Обычный классический питательный крем. Ну, я решила взять, так как была в фиксе, сразу ему кремушек вот такой вот попробовать. Сказал, неплохой, нормальный. Нет какого-то яркого аромата. Он очень такой приглушенный, цветочный. И, в принципе, неплохо увлажняет ему руки. Мне, если честно, больше, конечно, нравятся бархатные ручки питательные, да, обычные там, которые продаются в тубах. Взяла опять котты, ватные диски всегда беру их, потому что мне нравится вот этот эффект прошитого края. Они очень качественно сделаны. Стоишься в штук, 55 рублей, отличная цена. Тоже за 55 рублей покупала скраб для тела. Это фитокосметик, народные рецепты. Угольный скраб, питательное омоложение. Уголь, цедра лайма, перечная мята, морская соль. И, честно, я его уже попробовала, конечно же. Давайте на обратной стороне. Вот объем 120 грамм. Состав, в принципе, неплохой, как и всегда у фитокосметик, чем они меня и подкупают. Ну и, конечно же, своей ценой. На эффективности тут вопросик. И результаты, которые дают те или иные средства. Ну, в общем, я попробовала один разок этот скраб. И, конечно, он красиво выглядит. У него приятный такой мятный аромат. Он мне чем-то напоминает зубную пасту. Одушка мятно-цитрусовая. И здесь такие маленькие частички. Скраб для всего тела. Совершенно не для проблемных зон, для каких я обычно беру скрабы. Питает кожу и полирует. Аромат прекрасный. В том стоит в ванне. В общем, да, могу посоветовать. Для всего тела, как полирующий мягкий скраб. И еще у меня есть маска для волос. Точно не помню цену. Либо 77 рублей, либо 55 рублей. Ну, по-моему, не больше. Крапивная для всех типов волос. Остановление защиты. С эффектом кератинового выпрямления. С ромашкой, с соком алоэ вера. Я брала Коза Дереза. Ну, в такой кругленькой упаковке. И вот что там, что там одушки очень похожи. И они очень густые по своей консистенции. Это тоже как баттер такой. Прекрасно распределяется на волосах. Но мне по эффекту больше понравилась все-таки вот та Коза Дереза, которая также от фитокосметик. Нежели вот это густое масло. И здесь нет эффекта кератинового выпрямления. Ну, не очень мне подошло. Если честно, это масло. Результатов как такого не было. Да, есть небольшое смягчение. Это да. Но того эффекта, который Коза Дереза дает, все-таки действительно немножко разглаживает волосы, уплотняет их, питает. Такого не было. Поэтому на мой вкус я бы могла посоветовать. Причем цена, наверное, одинаковая. Да, и объем тоже. 155 мл. А там, наверное, чуть больше. Вы сразу можете посмотреть состав. И все-таки я бы советовала брать Козу Дерезу. Делитесь, кстати, как вам. Какое именно густое масло больше нравится. В таких ведерочках. Либо о другой линейке. Это вот были все мои покупки. Пока не очень интересный ассортимент. Не знаю, как у вас. У нас очень мало новинок каких-то, стендов. Бывают даже какие-то такие полупустые полки. В общем, расскажите, как у вас дело обстоит. С какими-то новинками. Спасибо за то, что смотрели. Всем пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...